но хорошо всем добрый вечер всем кто присоединился и присоединиться перед тем как мы займемся сегодняшней нашей темой я хотел завершить буквально несколькими словами тему предыдущую связанную с царством и сказать следующее независимо от степени историчности сказ о том как устанавливается царство в израиле поражает своим своими совершенно особым характером ни на что не похожим мы знаем что скажем на древнем востоке когда рассказывалось об основании царства как правило это подавалось как непосредственная воля бога передающего царю законы таким образом как бы создающего легитимацию той или иной династии так например обстоит дело скажем на основании мавилонской династии хамурафи и практически всюду это так то есть власть царя она несомненно от бога мы видим что в танахе на эту тему существует политика и что по крайней мере одна линия которая корнями своими уходит северное царство воспринимает установление института царства как противостояние воли бога по двум причинам как мы сказали во первых есть некая опасность по божествлении царя и таким образом создается конкуренция с властью царством бога над израилем а с другой стороны сама по себе установление института царства уподобляет израиль другим народом что тоже крайне нежелательно мартин губер написал об этом целую книгу мы знаем что с чисто историка социологической точки зрения как правило как возникали древние царства постепенно вырастали вырастали из того что называется племенной или родовой строй когда выделялась некая семья и постепенно группировала формировала у себя некую руководящую верхушку и таким образом постепенно формировался институт единоличной власти мы видим что опять же повторяю вне всякой зависимости от степени историчности рассказа об установлении царства в израиле он как бы сказать как некоторая парадигма как некоторая модель стоит совершенно особняком и не похож ни на какие другие будь то историка социологические реконструкции древних царств будь то как бы мифологические рассказы о восстановлении царских династий на древнем востоке он как бы совершенно носит совершенно особый характер и это выделяет конечно анахический исторический нарратив танаха среди всех других подобных нарративов древнего мира вот это в качестве такого эпилога завершения нашей предыдущей темы одну секунду теперь мы с вашего разрешения да но пишет хава что урок один избрали это верно были конечно определенные исключения были избрания царей это верно но в шумере но все-таки рассказ о том что царская власть исходно противостоит воле бога это как бы история сколько мне помнится совершенно настоящий особняком ни на что не похоже вот если ни у кого пока нет других замечаний кроме того что хава написала то мы перейдем к следующей нашей теме которая в общем отчасти связана с той темой которой мы занимались до сих пор будем говорить что именно подразумевается в каком смысле противостояла вот это я как бы оговорюсь не противостояла стояла особняком на это вы имеете ввиду ими я не веду что как бы есть двойственность то есть можно и туда и сюда можно и так и так пусть и не так кажется что есть как бы возможность варьировать то есть с одной стороны то есть что доминанта то есть то ли всевышний устанавливает вот потому что это по согласию если по таре да то есть либо всевышний выдвигает это царство либо народ если не соглашается и тут как бы есть как бы двойственность такая нет опять же смотрите это все зависит от того как толковать текст мы не будем сейчас возвращаться ко всему как бы комплексу который мы обсуждали последние два раза но в целом очевидно что очевидно уже было во времена мишны и талмуда что нет какого-то ясного консенсуса по отношению к вопросу о легитимности царской власти древнем израиль есть кто эту власть приветствует есть те которые эту власть отрицают и называют антибожественной те кто ее приветствует и это было в основном как мы сказали гаудей в этом нет ничего из ряда вон выходящего такого рода вещи мы находим на древнем востоке неоднократно те же кто царскую власть обличают как антибожественную это действительно как некоторый некоторая особая черта библейского нарратива это то что я хотел сказать теперь мы как бы с вашего разрешения перейдем к нашей сегодняшней теме которая будет касаться вопроса о священнических родах и о святилищах вообще как бы нет пока что мы то чем мы занимаемся на последних занятиях это такой макро взгляд на книги ранних пророков мы смотрели так на книгу судей сейчас мы смотрим на книгу шуэля и мы увидим что бы это тема содержит себе немало загадок немало странностей и я сейчас открою файл который я приготовил и секунду у меня закрылся секунда снова внешняя ссылка нет я просто его сейчас делаю share screen я просто не почему она меня отказывается а вот он появился окей вот сейчас секунду я надеюсь что его видят да да окей значит вот мы начнем с самого простого да мы сейчас начнем говорить по поводу священнических родов и очевидно что story мы находим довольно категорическое утверждение касающиеся того что единственный легитимный священнический род это род аарона брата муше вот я привел стих из книги шмот двадцать восьмой главы где сказано ты приблизь к себе аарона брата твоего его сыновей среди сыновей израиля с тем чтобы они священствовали передо мной аарон надава вегу и лазар и тамар сыновья аарона впоследствии рад будет рассказано о том что двое из этих сыновей погибли на давая виху остались только двое лазар и тамар основной священнический род происходит от эль азара и мы увидим как это будет дальше играть наших текстах вот от него происходит частности пенхаз который сын эль азара который с которым бог заключает завет вечного священства и это как бы так сказать некоторая исходная посылка на которой зиждется вся священническая традиция донесенная на нас мудрецами что же мы видим когда мы заглядываем в книги ранних пророков и в данном случае книгу шмуэль но книга шмуэль открывается рассказом о том что есть святилище в шилло шилло находящиеся к северу от иерусалима там как сказано в книге иошуа 18 главе располагала поставили скинию завета ту самую скинию завета которую построили в пустыне собралась вся община сыновей израиля в шилло и установила скинию завета так говорится в книге иошу и вот с этого собственно говоря начинается повествование книги шмуэль и рассказывается о том что в шилло интересующий нас период а это условно говоря конец одиннадцатого века до новой эры шилло есть действующая священническая семья во главе которой стоит первосвященник или и у него два сына хуфни пенхас имя одного из сыновей совпадает с именем сына или азар при этом нигде не подчеркивается что или является потомком арона это нигде не в одном месте не сказано книги шмуэль теперь если мы следуем за нарративом еще вернемся к дословной если мы следуем за нарративом то мы видим что нам рассказывается о нечестии сыновей или вот эти самые пенхас хуфни пенхас оказывается нечестивыми священниками подобно тому я уже начинаю как бы создавать некие аналогии и параллели подобно того как шауль из колена бениамина оказался нечестивым царем так священники которые чья чья святилище располагается на территории колена ефраима являются нечестивыми священниками наиблия рассказывается о том что они обирают тех людей которые приходят ежегодно в святилище приносят там жертвы и слове я и я сейчас не буду вдаваться в подробности текста как описывается то что здесь происходит на общем они позволяют себе брать что им не положено при этом надо отметить здесь уже одна одна из загадок на которую мы дальше будем обращать внимание все это рассказывается в контексте истории рождения и детства пророка шмуэля одного из главных героев одноименной книги который рождение которого связано с очень необычными вещами как очень вообще принято в танахе рассказывать о рождении героя бездетная мать который не удается забеременеть и в конечном счете только благодаря обращению к богу она смогла смогла родить сына который посвящен богу мудрецы талмуда обсуждают вопрос на самом деле это обсуждается еще и для них мы видим на разные тексты в эпоху второго храма которые говорят от например скажем бен сира которые говорят о том что шмуэль был назиром посвященным богу так или иначе и он находится в этом святилище он служит и из его служение противопоставляется служению сыновей или говорится так уж мой эльм и шарет и ткны адунай на архагур и футбат шмель служит перед лицом господа и он одет в белую одежду то есть ощущение такое что как бы он в чем-то заменяет здесь собой священника хотя казалось бы породу своему он священником быть не может он согласно книге шмоля рожден от человека по имени элькана из колена эфраева сыновьями ли вменяется вину не только то что они берут недозволенное во время принесения жертв но есть и дополнительный эпизод не рассказывается о том что они занимаются тем чтобы тебе берут себе женщин среди тех которые приходят отец угоряет и но видимо его дим слегка извиняюсь а можно попросить что там не было шума то что потом невозможно будет это будет записи я дико извиняюсь если ты можно понять откуда источник а вот другое дело что все время все время этот рекординг прогресс нет я сейчас включил за паузу все нормально хорошо вот значит судя по всему сыновья или не вняли его предупреждением и снова подчеркивается противопоставление между ними и шмуэлем который как сказано хорош с богами с людьми и вот здесь мы приходим к некоему удивительному тексту пророчеству которое получает или через как тут сказано божьего человека это божий человек может быть скажем пророк безымянный который приходит нему и говорит буквально следующее я открылся дому отца твоего в египте когда вы были в египте и когда они были в египте доме фараона земле фараона это удивительная вещь потому что в торе скажем говорится о том что арон его семья посвящаются священники жильцы только после исхода из египта в во время блужданий по пустыне достроиться скине ничего подобного во время нарратива связанного с самим пребыванием в египте нам не рассказывается между тем как здесь в этом тексте говорится что бог избрал семью или из всех колен израиля служить служить меня как сказано здесь служить перед моим жертвенником вот и жертвы сыновья израиля отдал тебе дальше идет к довольно длинная инвектива которая обвиняет дом или в том что они презрели божественное повеление и вознеслись и больше уважали себя чем бога здесь обвиняется как сыновья или так и сами ли который не не смог их остановить и поэтому дальше выносится суровый вердикт что придут дни когда я буквально отрублю мышцу твою и мышцу дома отца твоего и не будете вы в моем доме я вас говорит он не уничтожу вы будете живы но тем не менее вы не будете священствовать в моем храме святилище я немножко огрубляю читаю это не буквально вот тут еще говорится о том что есть некое знамение которое выдается в связи с этим что сыновья или хуфни пенхас погибнут в один и тот же день будут в один и тот же день с чисто филологической точки зрения присутствие этого знамения здесь тексте несколько сомнительно но это я вдаваться не хочу так или иначе говорится дальше что я поставлю себе верного священника по сердцу моему и по моей душе ему я построю устойчивый дом устойчивая устойчивую священническую династию и он будет ходить перед моим помазанником все дни и те же кто останутся в твоем доме будут приходите кланяться перед ним и просить чтобы ему дали поесть такое вот пророчество довольно туманное и не до конца понятно и однако ясно по крайней мере одна вещь на вещь очевидно дом или отвергается богом вместо него будет избрана другая священническая семья то есть мы снова здесь оказываемся в некой внутри некой аналогии был отвергнут шауль из колена бениамина был избран давид из колена иуды будет согласно этому тексту отвергнута священнический дом находящийся в шило будет избран верный священник принадлежащий другому дому какому это отдельный вопрос на который мы сейчас дальше постараемся ответить но так или иначе мы видим что есть некоторая некоторая запараллельность некоторое сходство в структуре книги шмуэля в начале книги шмуэля хана мать пророка произносит песен в конце которой говорит что бог поддержит усилит своего помазанника мы не знаем кто этот помазан в конце книги шмуэля нам как бы это мы это видели приходит расшифровка помазанником является давид кто является священником при этом помазанники мы увидим чуть дальше теперь это пророчество повторяется еще раз о соотношении этих пророчеств сейчас я говорить не буду на всяком случае есть другое пророчество гораздо более короткая которая тоже говорит о том что дом или будет отвергнут это пророчество получает непосредственно шмуэль от бога и здесь сновьям или инкриминируется нечто что до сих пор не проявлялась тексте что они кимикалелим лэгэм банав значит они проклинают но проклинают видимо в том смысле что профанирует священное и сам или их не смог удержать поэтому говорит бог я клянусь что этот грех дома или никогда не будет искуплен значит такова завязка книги шмуэля и собственно говоря в дальнейшем нам рассказывается о том что происходит война между израилем и филистимлянами в результате которой филистимляне одерживают победу и захватывают в плен ковчег завета мы еще время обратимся к этой войне и шило перестает функционировать как святилище как культовый центр в конце 11 века шило подверглась разрушению так что в этом смысле гигейский нарратив в общем совпадает более-менее с археологическими артефактами с археологическими открытиями вот но при том что действительно сыновья или хуфни и пинха сгибнут и сам или умирают род оказывается их не прерывается совершенно неожиданно мы оказываемся в еще одном культовом центре связанным с домом или этот культовый центр находится в другом небольшом городе к северу тарусалима который называется но это священнический город туда приходит давид убегая от шауля и просит поддержки просит пищи просит оружие и главный священник первосвященник города нова ему это дает его зовут ахимеллах ахимеллах бен ахитув об этом узнает царь шауль и в таком вот безумном амаке который толкает его преследовать давида приходит в этот город обвиняет священников этого города и главным образом ахимеллаха в пособничеству и государственному изменнику и отдает приказ убить всех этих всех этих священников всех этих жрецов нова что и делает один из помощников шауля как обычно бывает такого рода нарративах живым остается один единственный сын подобное мы видели например обсуждали убийство в имелах сына магеддона своих братьев остался один единственный сын у нее там эта ситуация репродуцируется неоднократно в танахе вот этот единственный оставшийся сын которого зовут и вето бежит от бежит и просит убежище войске давида который принимает его и вето становится и личным личным священником давида при этом мы понимаем что и вето никак может быть тем кандидатом на верного священия о котором говорилось в пророчестве дому или потому что он сам принадлежит к этому роду народ этот отвергнуть чем же заканчивается вся эта сада сада заканчивается тем что уже после смерти давида когда идет борьба за власть между сыновьями давида адония и шлумо и витар поддерживает старшего брата адония против шлумо когда шлумо одерживает победу и становится царем он вызывает себе и витара и говорит ему и говорит ему ты иди в она тот место своего нас надела на тот на самом деле колено бенемина это то что находится сегодня к северу от урусалима арабская деревня аната и диво на тот потому что вообще-то ты достоин смертной казни за то что ты поддержал адония но я не убью тебя потому что ты носил ковчег господи перед давидом моим отцом и ты страдал участвовал во всех во всех его страданиях поэтому поэтому я тебя не убью но изгоняю он изгоняет и витара лишает его священство как тут сказано ли мали и 2 радуная шердибер альбейты либо шило вот здесь с точки зрения автора здесь с точки зрения автора исполняется пророчество окончательно реализуется пророчество о доме или потому что последний его представитель перестает быть священник вот этот самый это последнее как бы упоминание частичное связанное с домом или мы получаем в книге ирмияу дело в том что пророк ирмияу живший в конце эпохи первого храма происходило священнического рода который находился как раз в этом самом месте она тот земле бениамина и как правило предполагается что эти священники и были потомками рода или которые во времена шлумо были изгнаны из из Иерусалима при этом я еще раз хочу подчеркнуть что нигде ни в одном месте не утверждается на протяжении книги шмуэля и книги царей что роды ли происходит непосредственно от рода арона это род очень роды ли чрезвычайно древний как мы видели пророчество утверждает что род этот был избран для священства уже в египте но никакой связи с ароном мы не находим где же появляется впервые эта связь эта связь появляется впервые в книге дивреями нико дивреями которая написана персидскую эпоху на несколько столетий позже чем книги шмуэля и царей как бы мы не датировали книги шмуэля и царей вот скажем восьмого до шестого может быть века до новой эры в любом случае книга дивреями книга хроник это уже скорее первая половина четвертого века до новой эры и эта книга созданная персидскую эпоху имеет перед своими глазами канонизированный текстуру и поэтому одна из задач которую ставит перед собой автор этой книги когда он сказать что эта книга представляет собой тот кто не знает своего рода такой жанр видите это называется микрам и шухтав на английском the written bible жанр пересказа переписывания предыдущих текстов но естественно не просто пересказа переписывания это переосмысление и изменения в духе тех изменений времени которые произошли за истекший период и вот в эпоху автора дивреями существуют канонические текстуры и он не может допустить даже мысли о том что когда-либо в израиле существовал священнический рот не связанный с аронами и поэтому он это можно назвать если угодно своего рода мидрашом он создает генеалогию этому роду вот что он говорит 24 глава первой части и дима рон маклок маклок там маклоком маклоком бне арон надавая вигу и лязар витамар баям от надавая вигу лифне абигем ваним логаю лагем в икаану и лязар витамар сначала он говорит то что известно нам и истории что надавая вигу сыновья арона умерли еще при жизни отца и таким образом ему наследовали лязар витамар а дальше интересующий настиг баяхал кем давид витсадок мин бне и лязар ве ахимелых мин бне и тамар лев куда там ба вода там и разделил их давид и цадок из сыновей и лязара то есть из потомок одного из сыновей арона и ахимелых из сыновей тамара лев куда там ба вода там что касается ахимелых то тут судя по всему произошла метатеза перестановка потому что должно быть не ахимелых айвятар айвятар был сыном ахимелых а которого убил шаули который служил при давиде здесь видимо произошла ошибка доли переписчика то ли на пунктам еще более раннем этапе и ахимелых заменил собой это судя по всему следует читать в и витар мин бне и тамар таким образом что же говорит нам автор эти священнический род или происходит от второго точнее четвертого из сыновей аарона вот и тамара что он играл в менее доминантную роль в торе торе главную доминантную роль играл нас старший из этих двух оставшихся сыновей ли азар и его сын пенхаз вот и таким образом автор дейвера мин говорит что этот менее доминантный сын был прародителем рода или более доминантный сын был прародителем другого рода которого мы сейчас тоже обратимся но еще перед тем как мы к нему обратимся я хотел бы в школе мы говорим о книге дебриами я хотел бы обратить ваше внимание на тот кем был шумуэль мы уже сказали что шумуэль в одноименной книге вначале занимает какую-то странную двойственную позицию даже я бы сказал тройственно он с одной стороны является руководителем народа и судьей с другой стороны он пророк но с третьей стороны начале своей деятельности он вроде бы получается своего рода помощник священника согласно торе помощниками священника были левиты иерархия иерархия храмовой службы согласно священнической традиции которая зафиксирована вторе такова что есть к ним жрецы священники и их помощники левиты по поводу шумуэля лишь мы или нигде не говорится что он был левит сказано что он сын человека из горы эфраема человека из по имени элькана то есть судя по всему из колена эфраем по всей видимости по крайней мере ничего другого его происхождение мы почерпнуть не можем но вот приходит снова автор девреем им который не может даже допустить мысли о том что в храме находится кто-либо который не принадлежит колено леви сами священники происходят из колена леви должны происходить из колена леви и их помощники уж тем более левиты должны происходить из колена леви и он создает автор девреем им генеалогию шумуэль он говорит о том он говорит о том что у леви есть сыновья гиршон коты мэроли это известно нами истор и дальше приводятся потомки этих сыновей и в частности когда мы доходим до 3 до до гиршома то нам говорится так приводится прошу прощения когда мы доходим до гата то приводится целая цепочка его сыновей его потомков одним из которых является никто иной как наш знакомый элькана элькана тот самый элькана который был отцом шумуэля и получается что шумуэль который тоже упомянут в этом ряду он собственно говоря является тоже потомкам потомкам гата одну секундочку прошу прощения вот таким образом получается что шумуэль согласно традиции которая сформировалась в эпоху второго храма в персидскую эпоху и впоследствии закрепилась и в мудрецов талмуда тоже являлся левитом так поправляются странности и загадки разгадываются загадки книги шумуэль это было к слову о шумуэль и которому еще своем вернемся а теперь тот самый потомок рода эль азара который упомянут был тоже фигеть евреями и который носил имя цадок вот этот самый цадок появляется впервые во второй части книги шумуэля в связи с историями о давиде и он собственно говоря появляется рядом с тем самым авиатаром впрочем и в том месте которые мы видим книги шумуэля тоже произошла метатеза и меняется имя отца и сына в цадок бэн ахиту бэхи мэлэх бэн эвиатар коганин а при давиде есть два коэна одного зовут садок сына хитова другой тут сказано ахимелых бэн эвиатар должно быть эвиатар сын ахимелых а значит то этот садок кроме имени его отца мы ничего о нем не знаем он появляется здесь в этом списке кроме того он появляется большая печатка должно быть шумуэль бэд так вот шумуэль бэд т2 в главе 15 когда рассказывается о бегстве давида от сына его овшалома поднявшего восстание против отца то вам рассказывается что садок и витар те два священника которые сопровождают давида начале его скитаний и это то собственно говоря на что намекал шума в своих словах обращенную к эвиатару что ты участвовал страданиях отца моего садок появляется в этом месте в отличие от эвиатара который поддерживает шло а даниял садок выступает на стороне шума однозначно поддерживает шума в его притязаниях на царство и участвует собственно говоря в обряде помазание шума на царство в этом участвует он участвует пророк натан таким образом получается что именно садок связывает себя накрепко стой династией которая после давида проходит через фигуру шума и он из двух этих священников остается один после изгнания эвиатара в иерусалиме в том храме который строит шлума служит садок и потом начинает служить его потомки упоминание садока к качестве единственного легитимного священника который служит в иерусалиме мы встречаем у пророка и хискеля который жил самом конце эпохи первого храма и в начале пленной эпохи и он упоминает там бней цадок эти бней цадок являются сыновьями леви здесь по крайней мере появляется родословная связывающая их с левитами при этом противопоставляющая их другими священникам которые не исполняли волю бога об этом говорится довольно длинно сорок четвертой главе книги хискеля и утверждается что были и так он их называет левиим подразумевает ли он служителей или священников которые как он говорит отдалились от меня в то время когда израиль отошел от меня и служил другим богам и в отличие от них в отличие от этих неправедных левитов которые не служили мне в отличие от них сыновья цадока соблюдали мою службу не отошли от меня пока они моли веем бней цадок сама терминология здесь напоминает термологию книги второзакония книги дворин которая действительно в паре упоминает всегда акуаним альвием так вот бней цадок служит при мне и поэтому они как бы удостаиваются вечного служения они придут мой мое святилище мой храм отмечу опять же что при всем том все те во всех тех случаях когда упоминается сам садок и его потомки нигде не утверждается связь садока с домом аарона нет ни в одном месте опять-таки до того что мы приходим к эпохи второго храма опять же книги девреями где во первых представляется генеалогия садока и и соответствие с этой генеалогией садок является непосредственным потомком или азара сына арона и через пенхаса его сына катус которым бог заключил вечный союз священства вот это появляется в пятой главе книги девреями и вслед за тем в той самой как вы уже читали где говорится что садок из сыновей или азара распределял череды священник значит таким образом если мы на этом этапе на этом этапе подытожим мы можем сказать что перед нами есть два дома дом или и витара и дом садока в ранних источниках нигде не утверждается связь этих домов с сновьями арона с сароном это связь впервые появляется лишь в эпоху второго храма в персидскую эпоху до этого они представлены как два соперничающих священнических дома один из которых отринут богом второй принятым и понятно становится что то пророчество которое говорила о избрании верного священника после отторжения дома или подразумевала на самом деле как бы исполнилось при появлении фигуры цадока и его потомков уже в еще более позднюю эпоху когда уже как бы связь между цадоком и ароном после киеве являем им утвердилась мы знаем что скажем в кумранской общине которая помимо прочего называла себя бней цадок там как бы было абсолютно и абсолютно ясно что этих дней цадок они непосредственные потомки сыновей арон теперь перед тем как я дам время задать вопросы я хочу только еще одну вещь еще одну вещь обратить внимание связанную с садоком очень странную очень странную есть еще одно святилище которое упоминается их ранних порог это святилище находится опять же в городке к северу от иерусалима который называется его это небольшой город который в канонскую эпоху был населен хивийцами об этом рассказывается книги его шума вот и там находилась впоследствии большое святилище называется словами обама акдула большое святилище о происхождении которого в книгах ранних пророков нам ничего не известно почему она собственно там находилась согласно книге царей шлому пришел туда принести жертву и там впервые явился ему бог и даровал мудрость впоследствии когда шлому построил храм по умолчанию это святилище в него не перестает функционировать потому что начиная с момента когда строится храм местные святилища запрещены к использованию возможные децидивы возможно некоторые как-то описывает книга царей во времена тех или иных царей династии давида продолжают приносить жертвы местных святилищах но в целом понятно что иерусалимский храм заменяет собой святилище в гевоне и здесь мы снова возвращаемся к книге дебриями которая 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 нам пытается воссоздать историю святилища в гевоне поскольку опять же для автора девлея мим действующая в персидскую эпоху совершенно неприемлемая идея что существует какое-то святилище которое с которым связано такая важная традиция теофания кровение божественное откровение по отношению к шлому и там собственно говоря ничего нет в этом святилище поэтому он рассказывает на нескольких местах следующую историю что во-первых исходно садок и его семья его братья как тут сказано служили перед скиньей господней в гевоне как очутилась там скинье мы говорили о том что скинье находилась шилом однако автор деврея мим рассказывает нам такое следующее что скинье которую создал муше в пустыне а также медный жертвы для принесения всесожжений был на каком-то этапе перенесён в гевон он ничего не рассказывает нам прошло он это опускает бы шилов как некоторое центральное северное святилище его этого автора не интересует он занимается исключительно иудеи и более подробно он говорит это как раз в истории откровения он говорит там что когда шлума пришел гивон там находилась скинье бога вовремо это люди который сделал муж и и поэтому до строительства храма имела место некоторая дихотомия ковчег божий ковчег завета перенесенный давидом из места называемого кириат я рим находился в шатре в иерусалиме в то время как медный жертвенник построенный во времена муше вместе со скиней располагались именно в гивоне и поэтому именно поэтому это место было избрано для того чтобы шлума принес там жертвы и бог явился ему ну я думаю что нужно дать время на вопросы какие-то какой-то фидбэк по поводу всего того что я стал я не успел несколько вещей мы добавим это если не успеем сегодня то в следующий раз пожалуйста я готов выслушать вопросы замечания можно вопрос а конечно скажите пожалуйста у вас может быть и нет мнения или есть мнение по поводу святилища в моце но как-то по вашему отражается где-нибудь или или нет напрямую нет напрямую нет я не могу как бы ничего здесь сказать она никак не упоминается напрямую в в танахе и поэтому как бы нет упоминать что она не упоминается я в курсе я имела в виду что может быть какие-то по-вашему аллюзии смотрите хава я такие аллюзии не нахожу я не могу вам не могу вам сказать можно ли с чем-то конкретно отождествить это святилище которое было обнаружено в моце значит кто именно там служил можно было бы как-то попытаться отождествить его с чем-то связанным с какими-то местными святилищами вблизи иерусалима дело в том что нах ничего об этом не рассказывают поэтому в общем это остается загадкой не могу сказать вопрос исторически и светились а есть какие-то доказательства археологические находки что 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 было в реальности из этого всего смотрите в реальности всего нам известно только прошло ну как бы шло был очень крупный центр помимо прочего помимо прочего потому что как бы видимо разрушение шло во время войны между израильтянами и филистимлянами как бы оказалось очень серьезной травмой которую пережил израиль это постоянно упоминается в дальнейшем и судьба шло сравнивается с судьбой иерусалима как бы археологически я повторяю действительно в конце 11 века шло было разрушено что касается святилищ в нове и гивоне то в общем никаких исторически верифицированных сведений у нас об этом нет ну а иерусалимском храме мы отдельно будем говорить но это уже как бы совсем другая история извините то что подождите я закончу одну минутку вот шло то что были разрушены смеляне все это могло быть да а вот то что там было святилище есть какие-то останки какие-то доказательства останков специальных нет сколько мне известно но как бы нет никто не никто не как бы ставить под сомнение то что это крупный культовый центр в эту эпоху спасибо да извините а в гивоне разве фрикман не нашел там крепость святилища то он не нашел но можно я влезу я как раз хотела попросить там нет этого периода в гимадзе к сожалению хотя там на поверхности есть железные остатки какие-то но все все раскопки которые мы проводили там все время mb средняя бронза этого периода железного в общем там не находятся к сожалению так что но на самом деле еще проблема мы про это говорили когда были в шоу как то что очень трудно на самом деле не очень не не часто можно найти остатки места в котором был скейни допустим там если ты не как дан в котором там остается действительно вся структура и все дела в общем-то иногда не остается ничего вопрос и как раз и вступление перед этой лекции по поводу отношения к царю израиля и она возникает у меня сразу вопрос а как же позиция в масштабе 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 если мы пока что оставим в стороне терминологию которая более позднее естественно ваших вен-давид масштабе сф это более поздняя терминология но если просто говорить о царях помазанниках из колена иуды из дома давида то это только как раз что мы обсуждали в прошлый раз и позапрошлый раз что есть как бы противопоставление антимонархическая тенденция севера противостоит как раз промонархической тенденции юга иудей где образ царя как раз превозносится и более того как мы видели называется разного рода текстах сыном бога вот так что как раз иудеи в этом смысле царь и царь помазанник воспринимался как исключительно позитивная фигура после разрушения царства израиль возможно это антимонархическая такая традиция она сошла на нет она насчет того сошла на на нет ли не сошла на нет это вопрос сложный потому что в разные периоды были разные существовало разные отношения к институту царства поэтому не то чтобы сошла на нет вот но во всяком случае та конкретно традиция которая как бы выражается скажем пророческих текстах о шея и шмуэля она действительно как бы была с одной стороны впитана текстами иудея с другой стороны она стала как бы такой отчасти периферийный вспомогательный не центральный не доминантный в эпоху второго храма уже антимонархической традиции уже нет эпоху второго храма трудно судить значит это дело в том что скажем в книгах эзрен и хемии например никакой идеи возрождения царства не высказывается книга деврея мим скажем такие книги как хагая особенно захария да это книги очевидно который приветствует и дом давида видят в этом некоторую надежду на возрождение этого дома но как и всегда и существует как бы противоречивые мнения неоднозначные ну спасибо еще вопросы господа и дамы вопросы дамы копатели все спросили дамы исследователи тоже все спросили ну мужчин представлял по-видимому окей эмиль юсеф да юсеф слиха хорона хорон хавис ну хорошо может я спрошу тогда вот вы просто продолжение того что вы говорили давид где остаются различные как бы удивляю мим по моему однозначно все-таки монархическая идея такая царство давида там нет сомнения а в каких источниках есть еще остаются у нас как бы противоречивые неоднозначные отношения к царству ну прежде всего я сказал что в книгах эзериной хемии нет никакого если про молчание по отношению к идее предполагаете что это одно и то же время эзериной хемии эти время нет ни одно и то же но эзериной хемии это более ранее 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 произведение но мы говорим сейчас как бы о персидской эпохи я понимаю им нет этого а я понимаю есть хага и захария есть но последствии тоже это как бы значит существует где существует теократия в общем власть священников и когда хасманеи приходят власти мы знаем что идея о том что они объявляют себя царями на известном этапе не понимается как нечто само собой разумеющиеся и приветствуемое можно конечно сказать что это от того что они принадлежат колено иуды а колено леви но в любом случае как бы попытка иуды и ударе с тобой первый кто называет себя царем на монетах так чеканит по-гречески а потом уже его его младший брат александр янай напрямую это делает вот и как бы ты не отнюдь не всеми приветствуется спасибо а пожалуйста окей на хамопом в суке сидит нет это кажется потрясный вид потрясный вид просто герат студию коллективом окей ну хорошо мы на этом заканчиваем а вот подожди у владимира есть рука да пожалуйста владимир желательно включить микрофон чтобы вы слышали по руке непонятно какой вопрос владимир 1 владимир 2 работает микрофон может вы напишите свой вопрос владимир если вы хотите ну хорошо давайте сделаем так поскольку я владимиром некоторые связи нахожу что такое святилище это это русский перевод слова мигдаш и а иногда бома это место где происходит приношение жертв жертв богу где находится те или иные культовые предметы которые могут включать себя например ковчег завета жертвенник один или несколько вот где служат священники вот это как бы такой общий термин может такое святилище окей давид уже я еще можно считать что эта традиция антимонархическое логическим продолжением было бы сегодня антимашихит антимашихитская когда мы об этом говорили то мы соединили немножко сделали папа как бы слегка руки натана такую связку современностью связав мошихистскую традицию с движением религиозного сионизма а антимашихистскую как бы тем с теми идеями наиболее ярким представителем которых является скажем и шая улейбович вот мы об этом говорили то есть можно можно как-то это связать как бы всегда надо делать с определенной степенью осторожности потому что это все-таки не одно и то же времена изменились но в любом случае верно то что антимонархическая традиция в танахе зиждется на идее о том что царь это тот кто пытается вытеснить бога как царя ну я стану что мне идет за синистской традиции вот это можно больше акцентировать внимание не на шейхе а нас на строительство храма выбора строительства храма мы еще будем говорить это отдельный вопрос хорошо всем большое спасибо да спасибо большое огромное спасибо спасибо всем счастливо и пока спасибо